Привет, друзья, с вами Киртекс, и сегодня мы продолжаем играть в игрушку под названием Seven Days to Die. Я, собственно, продолжал крафтить бетон постепенно, мы сейчас, кстати, доделаем крестовинки, скорее всего. Ну и в придаче я, собственно, проверил, какие заходы в подвал мы можем сделать, и вроде бы как подобрал подходящий блок, который даёт нам 60-градусный спуск. Заезд я уже проверил, сейчас проверим выезд отсюда. Естественно, большой транспорт сюда никак не влезет, но нас это мало пока что забудет. Бля, как хрен развернётся, именно поэтому оно будет с двух сторон у нас. Чтоб мы с одной стороны заехали, с другой выехали. Так, проверяем. Да, головой я не стукаю, спокойненько выезжаю, всё, супер. Короче, эту штуку надо будет, правда, заградить. На этом понадобится достаточно много времени. Ну ничего страшного, так, тебя пока тогда блокируем вот так. Замечательно, сюда мы заедем, сюда отлично как раз смещается гаражная дверь. И теперь дилемма вот в чём. Где у нас? Вот у нас бетон проходит опять. Сейчас проверим. Раз, два. Да, абсолютно верно, здесь проходит бетончик. Соответственно, если мы хотим вырываться здесь наружу, то мы можем, в принципе, просто отзеркалить проход, чтобы мы напрямую сразу же могли выходить, если нам это понадобится. А я вас уверяю, нам это понадобится. Так, раз, два. А почему здесь есть вот эта стена каменная? А, это из-за того, что здесь куст, типа, был, да? Сколько, сколько? Пять тысяч? Почему? Ладно. Фиг с тобой. Короче, по крафтам пока что у нас всё идёт хорошо. Топливо у нас появилось. Этот, как он называется? Пороха я немножко совсем скрафтил. Ну то чисто, скорее, приличие ради, так сказать, скрафчено было. По всему остальному мы пока что... Главное, это делать базу. После базы уже будем делать всё остальное. Так, здесь мы потом уплотним. Давайте вот это ещё уберём. Так, замечательно. И сюда можем допечатать. Вот так. И тебя ещё убрать, ты меня бесишь чуть-чуть. Да, и здесь у нас выйдет, собственно, то же самое отзеркалив, что здесь получилось. Здесь, правда, блок этот немножко, он дебильный. Он как этот. Сейчас покажу. Я уверен, что есть нормальный блок. 60 градусов. Короче, он пустой внутри, и слева у него нет бортика, видите? Второй его товарищ, который следующий за ним идёт. Он, в принципе, такой же, только чуть повыше, видите? Ну, короче, да. Надо будет сделать по-людски, потому что у меня до сих пор нет нормального входа, так сказать. Давайте здесь убираем, убираем, убираем. Так, блоки не бей. Блоки ещё пригодятся. Мы должны сегодня сделать ещё 6-го качества броню. У нас, по-моему, как раз хватает этих легендарных деталей. Ну, нашу базовую броню доделаем. Айопарис, это опять 5000. Нашу базовую броню, в общем, доделаем. Доделаем гараж. В принципе... А, доделать ещё крестовину надо бетонную. У меня есть там, у меня есть уже 40 блоков. Сейчас мы сделаем всё. Суть в чём, что основную часть мы сейчас, по факту, доделаем за этот день. И уже можем, в принципе, ходить хвастаться, что мы молодцы справились. Единственная проблема, что этот гараж надо будет, конечно, ещё очень сильно дорабатывать, но не будем о плохом. Так, проверяем. Я смогу здесь так, чтобы сюда не врезаться. Уйди отсюда. 7500. Я вас понял. Это что такое? Просто коробка. Ну, если что, я эту хрень я тоже снесу. Если прям совсем всё плохо будет. Так, давайте начнём. Это какой? Это увеличенный сюда. Стоп, правильно? Правильно, да? Сейчас я скопирую сразу второй. Давай сюда. Проверяем сюда. Да тить, твою мать, не падай, пожалуйста. Так, вот здесь надо подобрать ещё. Нам даже надо, чтобы всё идеально было, правильно? Я их сейчас выставлю поочерёдно, а потом уже откопирую и сделаю полностью. Так, держись сюда, держись сюда, держись сюда. Бляха, тут слишком далеко надо вперёд уходить. Но опять же, 60 градусов как-никак. Так, держись сюда и держись сюда. Ну, в целом, для разворота мне, я думаю, хватит. Я бы не сказал, что прям катастрофа. Немножко неприятненько будет, но не критично абсолютно. Вот так. В целом, да. Я думаю, будет норм. Здесь, я думаю, мы сделаем блоки полностью цельные, для того, чтобы, собственно, мы не путались в земле. Вот. И здесь, наверное, над проездом... Я, правда, ни одну ещё не скрактал, гаражные двери. Но я так понимаю, что, по идее, мы сможем здесь ещё гаражные двери перевернуть и сделать закрытый сверху проход. А, здесь вот ещё какие есть. 5 на 3, но они у меня, к сожалению, недоступны. Электрика 75. Понятно, пошёл я в жопу. Короче, сможем здесь, я думаю, обычных дверей наставить, что нам в целом хватит. Короче, давайте я сейчас добью тогда гаражик. Пока всё остальное там крафтится, добью гаражик хотя бы в дерево. Хотя бы в дерево его сделаю и уже сможем хотя бы радоваться жизни. Потом поставим на крафт все гаражные двери, всю вот эту хрень. У нас кучу-кучу всего нужно перекрафтить. Но самое важное, сегодня надо сделать броню. Потому что броня у меня уже поломанная, я не хотел бы ей заниматься, чинить её и так дальше. Так что к этому мы вернёмся. Так, копипастер. Выше. Угу. Выше. Чересчур много блоков. Ёпы, РСТ. Короче, сейчас сделаю. Такс. Подвальчик, собственно, готов. Довольно узенький, правда, получился. Но, тем не менее. Мы теперь сюда хотя бы можем заезжать. По идее, сюда могу ещё нахрест два прохода сделать, на самом деле. Чтоб было вообще уберудобно. Чтоб с любой стороны мы могли заехать вообще без всяких... Хотя с той стороны не получится, ладно. С той стороны не получится. Но с этой я ещё один заход могу сделать спокойно. Короче, сейчас гаражик есть, дверки там уже крафтятся. Я думаю, что они скоро будут готовы. Так, давайте менять крестовинку. Крестовинка у нас в чём проблема? У нас проблема в том с крестовинкой, что у нас там стоят объекты на некоторых местах. Но я вроде бы пытался избегать их ставить на крестовиня. Тут в целом всё окей. Сейчас там бетон ещё накрафтился. Я в три дула бетон крафтил здесь. О да, о да, деточка. Всё, его точно дохера. Давайте я ещё песочек сразу заберу. Песочек сразу заберу. Здесь мы цемент умножим. Короче, цемент. Давай сюда, давай сюда, давай сюда. У меня камня нет, да? У меня камня 90... А, цемента 92. Ну, туда ещё не так плохо. Так, хорошо. Давайте начнём вот с чего. Тут у нас будет крестовинка всё равно незаконченная. Потому что у нас здесь лестница. Но ничего страшного. Сейчас где у нас этот блок? Мы его просто загрейдим в бетон, да и всё. Так, остальные блоки на пути. Вроде бы у нас чисто дерево и там ничего не мешает, да? Да. Забираем их отсюда, заклеиваем бетончиком. Это, по сути, бонусное укрепление, которое, в принципе, уже не надо. Но пусть будет. Чтоб я был максимально спокоен за абсолютно всё, что у нас вокруг происходит. Это из того, что обязательно ещё, можно сказать, надо сделать. Всё остальное, это уже условности будут. Это что такое? Ай, похер. Мы всё равно потом заменим всё. Главное не мискликнуть. Так, и здесь я тропинку оставлял. Этот не должен обвалиться. У нас должна здесь вообще быть сумасшедшая стабильность. Так, замечательно. Накидываю ещё сюда. Так, есть. Тут один блок сэкономили. Отлично. И залазим наверх. Бляха, там, правда, у нас стоит этот блок. Я не знаю, он как... Он норм отнесётся к тому, что мы под ним удалим или нет. С другой стороны... Да, бляха, ёпрст, ты можешь залезть по лестнице, что с тобой не так? Дай сюда, где у меня ещё лестница. Внутри хаты можно, в принципе, здесь добить до конца. Так, ты, блочек, как ты переживёшь снос? Сейчас проверим. Надеюсь, ничего плохого с ним не произойдёт. Надеюсь, он зависнет, что маловероятно, конечно. Ничего страшного. Да, мы ж ничего не потеряли, мы, если что, его сможем потом поставить. А нахера здесь сносил? Нам не надо было здесь сносить. То есть я просто уронил блок этого. Ну ладно, не суть. Не суть, здесь не надо было. Это я почему-то от лестницы начал высчитывать, ну ладно. Так, вот здесь нам надо поставить. Так, есть, укрепляем, 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 укрепляем. Давай ещё сюда чуть-чуть. Хорошечно, и вот здесь ещё две полосочки. Так, всё, плотно и зашкаливает, а тут мы сможем снизу. Или слишком высоко. Блях, вот эту же хрень надо ещё убрать. Я совсем забыл. Упс. Пожалуйста, не развали мне хату. Нормально. Так, тут у нас заранее уже нет, считайте, двух блоков. Упси-дупси. Что-то там держалось. Дверь, лестница. Это не страшно. Это абсолютно не страшно. Давай сюда, 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 сюда. Всё, полный каркас у нас готов. По сути, обвалы у нас теперь невозможны, как таковые. Ну, если я, конечно, не произведу их вручную. Вот, поэтому переживать не стоит. Вот здесь единственное, что да. Здесь маленькая проблемка. Как мы можем здесь поступить? Мы можем удлинить эту хрень. Либо забить на неё болт. У меня вообще была мысль здесь сделать что-то типа сетки. Вот как у нас эти перилки есть обычные. Вот что-то типа такой сетки сделать по периметру, чтобы мы здесь могли ещё что-нибудь поставить полезное. Там, опять же, сборщики воды и тому подобное. Чтобы у нас крыша, в общем, не пустовала и была достаточно полезной. Но это, видимо, потом. Сюда надо будет просто впердолить дверь. Я залез за собой? Залез за собой нет. Короче, да, надо будет впердолить дверь, ступеньку. И, в принципе, оно всё будет точно так же работать, как работало до этого. Там вопросов нет. Так, давайте ещё вот этих ребят проверим. Тебя сюда, тебе сюда. Эйч, эйч, эйч. Надеюсь, что я не просчитался. Так, проверяем. Они становятся сюда. Да, сейчас глянем. Внутрь нам не столь важно, куда они открываются. Нам важно, чтобы они вообще были. Ну? А что тут не так? Странно. Ладно. В общем, отлично. Я не уверен, будут ли они подсоединяться, кстати, к выключателям. Но было бы очень полезно, чтобы мы все эти могли подключить к выключателям. И с базы закрыть. Если прям совсем будет необходимо. Да, вот здесь мы потом всё тоже перегрейдим бетон, но это потом. Так, хорошо. Пока что выглядит так, как мне нужно. Очень приближённо к тому, как мне надо. Осторожно, блях. А вот это у меня ещё... Вот эти щели, которые появляются между блоком и землёй. Это, конечно, фу. Это, конечно, очень фу. Мы можем, конечно, с этим кое-что сделать, но, блях. Это столько ресурсов надо будет опять тратить. По кашу не хочу. Так, что у нас здесь? Здесь сталь крафтится, железо крафтится. Давайте начнём с вещей, наверное, да? Сюда загрузим ещё бетон. Так, с вещей. Вещи у нас любого типа. В нашем случае давайте проверим на бродяги. Так, они требуют 25 стали, 25 железа, кожи, принадлежности я все скрафтил. И легендарные части. Легендарные части есть, кожа есть, принадлежности есть. Сталь, железо, чечень. И, в принципе, всё, да? Теперь главное не накосячить в плане самого крафта. Так, давайте смотреть. Нам нужна одежда бродяги. Правильно, одежда бродяги это у нас что? Нести больше... Важно ли нам это сейчас? Ну, ладно, пусть будет. Фиг с ним. Так и быть. Так, одежда бродяги есть. Мы её сразу ставим тогда на крафт. Одежда бродяги, шестой класс, изготовить. Поехали, поехали. Дальше. Дальше у нас по одежде... Где она, господи? Так, очки ботана. Очки ботана последнего уровня. Всё то же самое, да? Да, поехали. Так, дальше. Дальше, дальше. Перчатки у нас священника и сапоги байкера. Снижение вноса, если в ближнем бою. А давайте-ка глянем другие сапоги. Сапоги... А почему мне только байкерские предлагают? Хорошо, ботинки. Ботинки ботанчика. Что нам дадут? Уменьшение урона при падении. Ну, в принципе... Блях, она тяжёлая броня. Есть сейчас полегче. Средняя броня. Влечение скорости бега. Интересно, насколько, кстати, на шестом уровне увеличивается скорость бега. Так, шахтёрские тяжёлые уминивают урон при падении. А у бродяги что? У него обувь. Так, проверяем ещё обувь. Так, обувь бродяги. Обувь бродяги. Увеличение скорости бега. Это какой класс? Это тяжёлый. Понял. Увеличивает максимальный уровень выносливости. Ага. Снижает затраты выносливости в переработке предметов. Не столь важно, честно говоря. Так, уменьшает урон при падении. Тоже тяжёлая броня. Понял. Не будете издавать звуков. Понятно. Получается, верно, при сборе. И простейшего будет. А шо? Ничего. Тогда мы упираемся в, получается, ботинки. Вот эти, да? Они средне увеличивают скорость бега. В принципе, наш вариант, так сказать. По ресурсам всё то же самое, да? Всё то же самое. Давай сюда. Ботинки спецназовские. Ещё раз проверяем. Скоро избега, да? Изготовить. Так, ботиночки есть. И проверяем. Перчатки священника. Это у нас весь урон, да? Понизуете, да. Священник, перчатки. Что такое, что не хватает? А, тут ткань нужна внезапно. Потому что это лёгкая, да? Да, это лёгкая броня. Давай ткань. У нас её тоже дохера. Так, перчатки священника есть. Изготовим. Сейчас теперь проверим. Урон пониже, да. Ну, мои поздравления. У нас целый сет нашей обожаемой брони имеется. Так, теперь проверяем. Грузоподъёмность плюс 10 в общей сумме. То есть мы можем лишние кармашки поубирать. Скорость бега плюс 20% на секундочку. Опыт получаемый плюс 20%. Урон от оружия ближним... Пф, куда это я? Я не туда, куда туда? Вот, что нам надо. Так, урон понизуете 60%. С ума сойти. Так, носить, 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 носить. Мне по-хорошему всю броню снять сначала надо, чтобы её переэкипировать. Так. Давайте смотреть. Берём сначала, тогда тебя модифицируем. А, нет, подожди, надо же всё позабирать. Так, это складывай сюда. Модификации складывай сюда. Модификации складывай сюда. Откуда я ещё не достал перчатки? Модификации складывай сюда. Так, у нас куча разнообразных кармашков. Сейчас глянем. Так, ты нам даёшь сразу же 10 слотов. 3, 6, 9, 10. То есть нам остаётся перекрыть 4, 8 слотов всего лишь. Чтоб перекрыть 8 слотов. Броню мы запихиваем 1, 2, 3. Тем самым перекрываем 6. Правильно? Правильно. Берём очки, модифицируем. Стоп, я дебил. Я дебил, прошу прощения. Прошу прощения, я не то. Не то и не туда. Бляха, ведьма, пришла. Руще. Так, я без брони, я без брони, без брони, без брони, без брони. Не забываем, не забываем. Урон пониженный. Бляха, не успели накричать. Херово. Так, ладно. Быстренько тогда всё сделаем. Сюда мы натыкали всё, что нам надо. Так, под модификацией в сапог. В сапог пихаем этот. И нам нужно ещё... Там было 6, ещё 2 слота. Давайте этот сюда тогда. В шлем модификации проверяем фонарик сигаром. Перчатки модификации. Карманы у них только остались. Так, носить, 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 носить. Отлично. Так, они стоят на месте здесь, прыгают. Какого хера? Иди отсюда нахер. Я понимаю, что у меня столько печей работает, что, конечно... Мы тут сейчас всю братью... Он под текстурой? Как ты здесь оказался, товарищ? Добрый день. Так, ещё кто-то есть? Кроме того пацана в гараже. Поназвали нам сюда бед. Можно, конечно, турели поставить, но я не буду. Как ты тут оказался, братишка, ты мне скажи, пожалуйста. Я тебя могу освободить, конечно, но ты мне скажи, как кто-то попал. Это ещё и фэррол? Чего? Я обратно её туда же. Откуда вылезла, мать её? Да, вы задолбали мне прям в лицо плевать. Ну, что вы за люди такие? Я не понимаю. А, ты ещё живой? Боже, он ещё и взорвался. Короче, да, эту хибару, скорее всего, тоже надо будет снести, потому что она, наверное, здесь только проблемы будет создавать в виде удержания мобов. Что не очень хотелось бы. Так, ладненько, с этим разобрались. Проблема теперь в чём? У нас куча пустых мест есть в броне, которые, соответственно, было бы разумно куда-то, да, заюзать. Например, в шлем можно вставить ещё ночное видение. Что у нас есть? Бронепластины. Свою бронидополнительную пластину. Бля, это херовое описание, если что, то очень херовое описание. Вообще не помогло никак, абсолютно. Короче, надо будет и у торгашей глянуть, и по крафтам модификации глянуть. Ну, там не так много, на самом деле, вариантов. Сопротивление жаре, это всё шляпа. Там вот эти вот заклёпочки были. Где они, где они, где они, где они? Индивидуальные соединения. Значительно уменьшает потери скорости и выносливости при использовании брони. Вот это звучит интересно. У нас, тем более, одна где-то валялась, по-моему, нет? Так, выносливость плюс, мобильность плюс. Короче, вот эти штуки надо вообще в каждую единицу брони натыкать. По-хорошему бы, честно говоря. Давайте пока в базу запихнём. Потому что у них у всех серьёзный дебаф. По мобильности и восстановлению выносливости. А с помощью этих прыщей мы, собственно, это всё исправим. Так, старую броню давайте в топку. Она нам уже не пригодится. Получим с ней немножко деталей. Но в целом, мне кажется, пока что идеально. Так, броня у нас есть. Что ещё я хотел? Что-то я хотел ещё скрафтить. Что-то я забыл. Так, этот я скрафтил инструмент. Разбороной я скрафтил. Всё готово. Тогда у нас в целом очень-очень даже пока что положительное положение. Так, это скинь, это скинь. Блоки я потом подстрою. Это мы потом подстроим. Как он залез под блок, я всё ещё не могу понять, честно говоря. Ну да, ладненько. Так, давайте сюда глины. Сжарим большое количество, потому что у нас вся глина здесь ушла уже. И потом железо туда тоже сплавим. Что было бы вообще супер-класс. Так, у нас куча песка, у нас не хватает цемента. Что по цементу, товарищ? Он всё ещё перерабатывает тонну камня. Часть цемента есть. Давай, что готово. Бетон, давай загружай ещё. Опять супер-класс. А, боже, это бетономешалки звук. Я думал, что-то уже... Что-то страшное пришло. Так, давай сюда, давай сюда. В принципе, тут всё готово. Давайте я заранее сделаю единственное, что дверки. Потому что я потом забуду, мы останемся без дверей. Нас ночью просто расшибут. Это бы не хотелось. Так, двери железные, обычные. Изготовить. Раз. Я думаю, что мы там же и зафиксируемся. То есть я не буду выдвигать вот эту хрень сюда, прям к нам под вход. Хотя это было бы неплохо, честно говоря. Чтоб у нас была замкнутая система. Но я думаю, в этом нет смысла. Мы на высоте, нам... Что замкнутая, что не замкнутая система, нам вообще плевать. Так, бетонный блок. Давай один сюда. Этот преобразуем в ступенечку. Воп. Так, отлично. И здесь можем запечатать, собственно, дверью и всё. И у нас остаётся огромнейшее пространство. Просто гигантское. Которое мы можем использовать под всякую мелочь. Сбор воды, фермы и так дальше. Тут у нас ещё куча места, если что, на будущее. Просто тонна места. Так, этот мы весь оставляем. Давайте я сброшу ресурсик. Тебя сюда, тебя сюда, железо сюда же, траву сюда же. Железяки куча, но всё ещё не хватает. Короче, да. Меня интересуют ещё модули тогда, связанные с бронёй. У нас в перчатках вообще ничего нет, чтобы вы понимали. Вообще, они просто пустые на модуле. Что не очень хорошо. Да, у нас здесь только карманы. Есть, но карманы нам не нужны. Броня нам закрывает 10. Эти все нам закрывают. У нас остаётся тонна слотов. А это случаем не броня, кстати? Я чё, так подумал? Сейчас проверим. Я просто сколько оружия не смотрел, но ни на одно из оружий не... Да, ну броню. Я тебе путь. Давай сюда. Тогда тебя модификация. Хм, а вот это херово. Балях, они не везде могут прицепиться. Прыщики эти, заклёпочки. Блин, ну чё-то придумаем потом. В любом случае, если найдём в магазине, надо будет закупать. Нельзя будет упускать такое. Так, отсюда, отсюда проверяем. Давай вот так вот. Отлично, отлично. Пока что у нас ловушек нет, но я думаю, что мы здесь вот как сделаем. О, а как это произошло? А вот это очень плохо выглядит, кстати. Так, сейчас надо будет починить, потому что всё так... Короче, да, эту штуку нам нужно будет выдвинуть на пару блоков вперёд. Даже на один хотя бы блок вперёд, чтобы менты, когда вылазили по лестнице, они были ближе к нам. Это будет супер вин, на самом деле, потому что если они будут ближе к нам, мы сможем их быстрее уничтожать. Во-вторых, я хочу вот здесь сделать выступ небольшой. Может на два, может даже на три блока. И единственное, что... Я не помню, есть ли там бойницы боковые. О, блях, эти блоки изучать это очень надолго. Ща-ща-ща-ща-ща-ща-ща. У нас есть вот такого типа бойницы. Есть узкие, широкие, глубокие, неглубокие. И что супер? И шо самое важное, у нас был диагональный блок. Я точно помню. Диагональный блок давал нам колоссальные возможности в плане движения по диагонали. Кто бы мог подумать, да? Но я его что-то не могу найти. По сути, он выглядел как эти же бойницы, только работал по принципу диагональки. Под покраску это всё херня, херня, херня. Тут очень много блока появилось. Очень страшных и опасных. Так, это не диагональ, это херня. Короче, я потом найду. Но принцип в целом тот же. По факту это была та же бойница, просто диагональная. И мы могли бы вот сюда выставить диагональные блоки. Я знаю, как мы это можем сделать по-другому. Там же есть просто блоки спуска, мы их можем перевернуть, да? Я, правда, не знаю, как они соединятся. И соединятся ли они правильно. Вот такого типа блок, только широкий есть у вас. Сейчас, давайте проверим. Если я поставлю сюда, я его перевыперну. Вот таким образом, только в другую сторону можно? Чуть-чуть не то всё-таки. Чуть-чуть не то. Мне надо, чтобы он с одной стороны прилегал, а с другой нет. Вот так. Вот. Если мы его вот так сейчас вот... Иди, твою мать. До свидания, нога. Всё, как всегда. Короче, если мы его поставим на выступе именно таким образом, это приведёт к тому, что у нас получится выпирающий блок. Правильно? Так, только не падай повторно. Вот так мы его можем выставить, и блок выходит выпирающий. И по факту на таком блоке мы и сможем поставить электрическую ловушку. Что приведёт к тому, что она будет на вот этом уровне, где как раз будут мобы. И мы можем таких штук несколько вперёд выставить. Соответственно, мы можем раз, два, три выставить линии с электрическими ловушками. И прикол в том, что мы их сможем изнутри чинить. Чтоб было бы вообще бомбически. Единственное, что хотелось бы чуть поплотнее блок, чтоб мы могли его... Так, а этот как отработает? Этот чуть не так отработает. Вот нужно, чтобы они оба шли вбок. И чтоб я их, обеих мог заклеить с двух сторон, чтоб мобы не расстреляли эти ловушки. Хотя, я сомневаюсь, что они будут по ним прям целиться. Но в будущем это поможет избежать кучи-кучи проблем. Короче, да. Это надо будет сделать в любом случае. Этого не избежать. Так, с ногой мы что-то делать будем? Не будем. А снижение, по-моему, нихера не заделали. Критические удары могут вызвать перелом, снижение... Короче, похер. Я просто восстановлюсь, будучи дома. Так, сталь продолжается делаться. Этот продолжает делаться. Загружай. Так и будет сюда. Нам весь этот бетон всё равно пригодится. Нам надо будет столбы ещё сверху поднять на крыше. И потом заместить вообще все внутренние блоки. Но это уже совсем-совсем потом. Совсем-совсем потом. По-хорошему, было бы неплохо ещё съездить к торгашам. Чтоб добить исследования, которые мы не добили. Тут надо ещё почти 40 книг на автожир. Раньше был небольшой шанс. Если у тебя появились деньги, ты мог купить просто эти части и, в принципе, скрафтить автожир. Сейчас, я не знаю. Может, с повышением сложности есть вариант сразу купить автожир? Но что-то у меня есть сомнения. Есть немножко сомнений. Так, здесь у нас остался только тигель. Ловушки электрические мы уже можем делать. Этого нам хватит. Так, по электрике здесь. Нам нужно очень много, да? Да, нам нужно 35 книг для того, чтобы мы могли открыть вот этот аккумуляторный блок. Либо, либо... Ну, хотя здесь и гаражные двери огромные всякие, блин. Короче, да. Электрику было бы неплохо прокачать. Честно скажу. Так, по семенам у нас всё вкачано. По идее фиг с ним. Медикаменты вроде бы все. Роботы. С роботами ситуация, что молоты, по идее, можно использовать на самом деле. Было бы ещё роботизированного дрона использовать, но... Опять же, до него слишком далеко качаться. Опять же, ничего не мешает попробовать, правильно? В любом случае. Так, роботизированные молоты я потом придумаю. Если у нас электрических ловушек не хватит для удержания мобов, то тогда можно будет, в принципе, использовать ещё и толкателей. Чтоб они их всех, собственно, убирали. Здесь у нас что, ремонтный у нас мимо, но нам это и не надо. Так, здесь у нас всё прокачано. В принципе, я проехался, честно говоря. Я проехался. Как минимум, ещё бы за топливом загонял, потому что топливо у нас вылетает очень быстро. Даже с появлением крафта у нас всё равно... Ситуация намного лучше не стала, честно говоря. Но, опять же, это уже в следующий раз. Я думаю, я проверну. Нам нужно будет, да, нужно будет ещё еду начинать скупать, наверное. Потому что бабки у нас есть. Крафтить я ничего не буду. По еде в чистом виде у нас... Нихера нет, да? Мы можем мясо просто нажарить и всё. Вот на что мы способны. Яйца я не собирал, этот не собирал. Кофе можем ещё наделать. А так, конечно, всё-всё мелочь. Короче, да. По магазам надо бы проехать. Но у нас сколько? У нас 54-й день уже. То есть у нас до волны совсем чуть-чуть осталось. Было бы хорошо, наверное, за порохом сбегать и наделать потрошек. Ну ладно. Тут мы всё оставим. Единственное, что я, может, перед волной вот здесь снесу лестницу. Потому что они что-то сильно завлекаются сюда. Ну, с другой стороны, я стоял прямо здесь. Может, поэтому они и завлекались. Если бы я там стоял, то они бы, наверное, не лезли. Ну и вот эту хрень надо починить. Потому что она мне не нравится. Я не понимаю, как её могли сломать так. Что здесь могло такое произойти, что они её так вынесли? Ну ладно, разберёмся в любом случае. Пока что, ребятки, сделаем с вами небольшую паузу. Спасибо большое за просмотр. Не забывайте комментировать видео. И, конечно же, нажимайте на колокольчик. И мы с вами встретимся уже в следующем эпизоде. Пока-пока.